Встреча с раком и лоханом почек 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 онкологов, я увидел упоминание о том, что при рецидивном стойко возникающем раке мочевого пузыря в одном из мест имеется упоминание о том, что у таких пациентов необходимо выполнение оротероскопии, так как это возможно является источником многочисленных рецидивов в мочевом пузыре. То есть наряду с цитологическим исследованием именно из верхних мочевых путей рекомендуется выполнение оротероскопии. И, как я уже сказал, сейчас появляется очень много данных о том, что возможно органно-сохранное лечение, даже я, в общем-то, порадовался за наших сверловских коллег о том, что одному из пациентов с раком мочеточника им удалось выполнить органно-сохранное лечение с резекцией этого мочеточника. То есть интересно понаблюдать за его судьбой, как это все дальше будет происходить. Опять же возникает очень много вопросов, какое дальнейшее наблюдение или лечение они ему предполагают. Но дошло до того, что мы разделяем неметастатический рак верхних мочевых путей на группы риска, как это начиналось с предстательной железой, на основании которого мы выбираем вариант лечения. И, как мы видим, то, что очень мы должны захватить эту опухоль, если мы хотим избежать, во-первых, такой калечащей органноемкой, органноносящей операции, как нефротеректомия, мы должны постараться выявить эту опухоль как можно раньше. Существуют факторы прогноза, которые нам определяют нашу дальнейшую тактику лечения. И, согласно этим факторам прогноза, существуют рекомендации, на основании которых мы выбираем варианты лечения. Еще раз упомяну, что среди них возможны даже и органосохраняющие методики, показаниями которыми являются одиночная опухоль, маленький размер опухоли, высокая степень дифференцировки, низкая степень злокаченности и отсутствие данных за инфильтративный рост этой опухоли. То, что я говорил, существуют варианты лечения послеоперационного, в определенных случаях, когда невозможен вариант лечения. Проявили небольшие анализ статистических данных под наших пациентов. Всего за 10 лет под нашим наблюдением оказалось чуть больше 110 пациентов с опухоли лоханки почной и мочеточника. Распределение по возрасту, по групп, по полу приблизительно соответствует также данным Владимира Стабовича. По стадиям тоже у нас приблизительно соответствует. И вот на этом слайде тоже я хотел бы немножко задержаться, потому что среди всех этих пациентов, на мой взгляд, достаточно часто встречались пациенты с первичном множественным раком. И преимущество это опухоли кишечника и яичников, что также, на мой взгляд, возможно, свидетельствует о уже имеющихся, имевшихся у них на тот момент опухоли, либо, возможно, о том, что мы должны были бы в своих рекомендациях упоминать о более пристальном обследовании пациентов в отношении возникновения опухоли этих локализаций. Ну и теперь непосредственно к нашему клиническому примеру. Пациент 69 лет после эпизода макрогематурии обратился в урологическое отделение по месту жительства. Ему была выполнена двухсторонняя уротерапия и лоскопия, были выявлены лоханки обеих почек, и несмотря на такое достаточно интересное гистологическое заключение урологов, это, в общем-то, удовлетворило, пациента тоже это удовлетворило, и он, в общем-то, пропал из зоны нашего зрения на, получается, 6 лет. И лишь после повторного эпизода макрогематурии через 6 лет, в феврале 23-го года, у него было выявлено больших размеров образования левой почки, небольших размеров образования правой почки. Диагноз был подтверден данными компьютерной томографии. Диагноз перед операцией мы сформулили следующим образом. Уротерапия лоханки левой почки Т2Н0, М1, это мы расценили, что метастатическое поражение правой почки является удаленным метастазом этого рака. Также было у него метастатическое поражение мочевого пузыря. Достаточно выраженная у пациента была сопутствующая патология, и мы перешли к нашему лечению. Так вот, предоперационная картинка, левая почка, правая почка. Была выполнена ему нефректомия, и по данным гистологического исследования диагноза нефротеректомия диагноз был подтвержден. От выполнения резекции почки назначения немедленного лечения мы воздержались, потому что у пациента была предоперационная химиотерапия, мы воздержались, и в июне месяце была выполнена нефротеректомия, резекция мочевого пузыря, резекция устья левого мочеточника. После операции, которая продолжалась, 2 часа незначительной совершенно кровопотери, мы получили следующее гистологическое заключение. Уротелиальная карцинома высокой степени злокачественности из мочевого пузыря, соответствующего строения поверхностного немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. По результатам гистологического исследования у пациента был определен пидиэль статус. В общем-то, достаточно все хорошо пациент перенес. Практически через 10 дней после операции был проведен консильм после заключения получения результата гистологического исследования, и была начата химиотерапия. Ему было проведено 6 циклов химиотерапии по схеме ГЕМКАРП. По данным контрольных обследований, цистоскопии и лучевых методов исследования оставшейся правой почки, признаков прогрессирования у пациента на фоне проводимого лечения не было. И вот данные представлены на компьютерной томографии. Тканевое образование уменьшилось в размерах до 10 мм. Ранее это определялся очаг чуть больше 2 см. Лимфоденопатии не было. И по данным, по решению консилиума после получать 6 циклов химиотерапии, пациент был переведен на поддерживающую терапию авилумабом, которую он получает по настоящее время. Вот это данные февральские получается. То есть образование немножечко даже уменьшилось. Если урологи возьмутся за данную клиническую интересную ситуацию, то возможно и можно рассмотреть. Можно в лоханке, можно и жестким. Через нейроскопию? Нет, через уротероскопию. Вот мы стали все больше и больше прибегать к органосохранному лечению, даже при двустороннем. При второй здоровой почке, если это поверхностная опухоль мочеточники с появлением лазера, стараемся, если это поверхностная опухоль, не делать нефроторектомию. Если это инвазивная опухоль, делать резекцию мочеточника, если это возможно, а не нефроторектомию, за исключением случаев, когда это лоханка. Когда это лоханка и Т2, Т3, конечно, это нефроторектомия. Но маленькие опухоли лоханки, даже первичные, мы стараемся на первом этапе, если это low grade, опухоль небольшая, выполнить лазерную коагуляцию этой опухоли. Вы при стентированных пациентах это делаете? Вопрос сложный. Что? Вы при стентированных пациентах это делаете? Иногда приходится ставить стенд, если мы не проходим с первого раза для расширения мочеточника. Иногда удается это сделать без предварительного стентирования. Это по-разному. Это интероперационная химиотерапия тоже сопровождается? Нет, не сопровождается. Не сопровождается, но вот этот случай интересен, конечно, тем, что эта опухоль была большой, наверное, не подходила для органов сохранного лечения. Вы ее перевели в операбельное состояние. И вот сейчас, на мой взгляд, Александр Владимирович задал совершенно резонный вопрос. ее просто напрашивается хирургический метод, чтобы ее убрать, либо через нефростому, но я думаю, что можно и через мочеточник вполне ее удалить. Потому что она в лоханке, она даже не в чашке. Ну, у урологов есть гибкие уротероноженоскопы? Насколько это их заинтересует ситуация? Конечно. Мне кажется, это интересно. 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 Но и даже в этом разделе мы все больше движемся в сторону органно-сохранной терапии. Поэтому авилумаб, конечно, хорошо. Мы понимаем, что он вряд ли до конца этого пациента вылечит. Спасибо.